У нас сегодня 14 августа, вон сидят ласточки на проводах. Ласточек сколько? Совет какой у них опять. Главное все в одну шеренгу выстроились. Несколько дней назад я гляжу, дождик вот идет. А это наша усадьба. Мы отдаем барабаш Косик вот его там еще четыре тюка. А тут коровы пасутся. Быки подошли, давай, ну они чешутся. Я еще пошел узнал, а зачем вышел. Оказывается одна жердь, вон она стоила где. Первая жердь оторвалась, она не прикрученная была, ничего. Ну они вышли, а тут что, разгородка. Я пошел к Устиному Андрею, сказал, говорю, надо что-то делать. Кто пас? Он не видел, может быть раньше еще оторвалась жерсть. Нет, не знает. Я там дрова возил, а глазом-то смотрел сюда. Гляжу, он идет отсюда. Когда прошел, я не видел. Видимо с Никитой или с Исаакием были они тут загрузили. Все, привязали. А тут-то разгородили. Это наша усадьба. Ну что, сегодня мы, по милости Божьей, достали, где у нас получилось, около 20 жердей. Вот они лежат, жерди. Успели что-то пошкурить, и вон ребята шкурят. Можно показать Сергея и Никиту. Шкурить, это снять шкурку, это очень даже не просто. А у нас тут клен растет, и осинка, и бывает где-то там засушняк. Ну, короче, успели. Роман сильный побок. И вот у Игоря взяли эту сверлилку, большой такой. Тридцать три столба поставили. Их тоже надо найти, напилить. А сам приговорил. Немец сделал железобетонный. У него есть стоит, еще прадед сделал тут. А мы вот потеряли в 26-й год уже на третий, на четвертый раз. Оно гниет, падает. Ну, правда, мы тут отработкой мазали. А почему сами-то не делать? Во-первых, нет на это средств. Нет. Бетонные делать, это понятно, что это огромные деньги. Представь, только сегодня вот мы поставили 33. 33. Я поставил, а завтра перестройка. Завтра колхозы. И все пропало. Поэтому все здесь сделано на подножном корме и за один день. Вот сделали. И сегодня же поставили столбы, намазали. Дальше он их опилит. Ну, вот оно видно, где новая жерсть идет. Уже скотина туда не попадет. Делать железное это там, где какое-то хоть маленькое постоянство есть. У нас никак. Нет. Раз, обрезают. Землю обрезают. То можно было полгектара, а тут раз под самый порог распахали при Хрущеве. Ну, и поэтому куда? Все пропало. Все конфискует, как эти залы царства назывались, свидетели Иеговы. Оно никак не наглотается, эта клика-то, или как ее назвать, которая все берут, и хватает, и не хватает. Все они голодные, все они умирают. До 100 лет никто не доживает. Попутно сказать. А мы вот сейчас колотимся, и уже считаем. Ну, сейчас стал бы только замуровать. Но завтра можно уже и жерди поставить как раз, будут сделаны. Отсюда все это убрать. И работаешь, молишься все время. Не завидуешь этому немцу, у которого прадеды сделали. Я в Латвии жил. Там все, что есть. Вот сарай, все каменное. Все на фундаменте. И уже никто не помнит, сколько лет. 200-300 лет стоит-то. А мы за это время 10 раз все сменили. Был дед. Раскулачили. Родители мои бежали, дом бросили. Мальчишка был один с собой его. Ну, я-то с 39-го года. А Самуил-то у нас с 34-го. Вот и все, почему я объясняю. Вы смотрите на фотографии. Это сейчас уже так разболтались. Русские люди всегда губы плотно сжаты. Внимательный взгляд. И посмотри, американцы. Свободный, широкий, с улыбкой то другое. А начинаешь говорить, у него ничего нет за душой. Ничего нет. Тут я жил в Нью-Йорке, в Синоди. А напротив охранники, они вот так вот стоят в стекло, и обязательно ногу согнуть. Я раньше-то не знал, но еще он упирается ногой. Можно так прислониться-то, нет. Ага, вон в чем дело. И девчонки-то всегда так-то. А тут кость выпирает, чтоб задница выпирала. И парни это тоже самое. Я потом все это увидел. И вот размышляешь, работаешь, и, Господи, каждый день благодарим, что позволяешь нам есть хлеб в поте лица. Вот сейчас сделали. Вот они засмоленные, а столбы стоят. То есть, пожалуйста, все, она не зайдет с котинкой. А нам больше ничего и не надо. Никому не завидуем, ни у кого ничего не взяли, не украли, не обманули ни на копейку. Там ветки свешили. Сейчас разговариваем, чтобы спилить. Где вы упали, там клен, там он стоит. Он не нужен, он нарос в огороде. Из него жерди сделаем. Но это уже не сегодня. Уже к семи дела идет? Да, к семь часов. Все, уходим. Ой, а сегодня там утром-то мы возили камень буковый там. Ой-ой-ой, намотался. Ничего. Надо сегодня засыпать. Пойдемте поужинать уже пора. Поужинаем и мы вернемся. Забирай все. Слава Богу. Слава Христу.